Педагог Люберецкого дворца детского и юношеского творчества Татьяна Величко стала абсолютным победителем областного конкурса «Сердце отдаю детям». В следующем году учителю Сальфеджио предстоит побороться за звание лучшего педагога дополнительного образования страны. О нестандартных подходах к обучению музыке и любви к своей профессии она рассказала нашему корреспонденту. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! С такого музыкального приветствия Татьяна Величко начинает каждый урок, а дальнейшие занятия всегда отличаются от предыдущего. В постоянных поисках чего-то нового и интересного она старается сделать встречи со своими учениками, запоминающимися. К примеру, очередной урок может пройти в виде игры или сказки. Такой нестандартный подход мотивирует детей на творческую деятельность. Мы с вами отправляемся опять в нашу музыкальную страну. Мы с вами уже там сделали много-много всяких шагов. Ее жизнь непрерывно связана с музыкой. С пяти лет она обучалась в школе искусств. Затем уже повзрослев, поняла, что хочет передавать свои музыкальные знания детям. После завершения учебы на теоретическом факультете Ипполитовского училища Татьяна Величко устроилась на работу в детском саду. А следующим этапом стало поступление в высшее учебное заведение. Это был педагогический институт имени Ленина. Ныне он университет. Ну и потом как бы вот стала работать в хоровых студиях я работала. Основным моим местом работы это была музыкальная школа имени Балакирева, детская школа искусств. Последние три года Татьяна Величко преподает уроки музыки в Люберецком дворце детского и юношеского творчества. Параллельно она работает концертмистером в хоровой студии. За плечами учителя Сальфеджио 23 года стажа. Все это время она придерживается главного правила. В работе с детьми надо быть с ними на равных. Мне кажется, что у меня иногда это получается в другую сторону. Как-то дети меня воспринимают, наверное, слишком уж как подругу. Вот бывает такое. Недавно Люберецкого преподавателя признали лучшим педагогом дополнительного образования Московской области. Участие в конкурсе было нелегким. Среди отборочных испытаний открытый урок с абсолютно незнакомыми детьми, самопрезентация и педагогическое сочинение. Я считаю, что в таком конкурсе стоит даже просто поучаствовать, независимо от того, победил ты или нет. Это очень много дает даже самому человеку. Ну и потом мы же тоже, в общем-то, не должны стоять на месте. Мы должны тоже что-то узнавать новое, развиваться. Иначе как мы будем учить детей? Впереди у учителя музыки еще одно серьезное испытание. Участие во всероссийском этапе конкурса «Сердце даю детям». Он состоится в следующем году. Так что у Татьяны Михайловны есть время, чтобы тщательно подготовиться. И в этом ей, конечно, помогут любимые ученики. Луиза Игазырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.